Казалось бы банально, и как снова выяснилось, жизненно важная безопасность на неделе вышла на первое место. И сейчас наиболее обсуждаемая тема семидневки Борисовская трагедия. Та самая ночь со среды на четверг унесла жизни шести человек. Две семьи на соседних этажах не проснулись утром, предположительно из-за утечки угарного газа из газовой колонки. Так ли был на самом деле, и кто за это ответит, еще предстоит выяснить. Татьяна Ревизори подытожила факты недели. Лампада, гвоздики, извинящая тишина. В этой истории по-прежнему больше вопросов, чем ответов. Больно и тяжело поверить, так скажут те, кто потерял близких. Понимаете, это люди, которые именно любили жизнь. Они восторгали жизни. И это потеря вообще. Потеря не только для родных. Трудно говорить и тем, кто жил бок о бок с погибшими. Очень больно. Я сегодня ходил, видел четыре гроба, завтра еще два принесут. На неделе вся страна была шокирована. В этой Борисовской пятиэтажке погибли шесть человек. Пожилая пара и пара с детьми. Сразу две семьи. Прямо в собственных квартирах. Мы находимся в том самом первом подъезде. Здесь, на третьем этаже, жила чета пенсионеров. Этажом ниже погибшая семья. Даже страшно представить, что же происходило за этой закрытой и уже опечатанной дверью. Ведь наверняка это был обычный день с домашними хлопотами и мелкими житейскими радостями. А пока текла такая тихая, размеренная жизнь, из нее до ужаса тихо уходили люди. Вечер 27 января. Сын пожилой пары решил проведать родителей, но те не отвечали на многочисленные звонки. Дальше дверь вскрывали уже спасатели. В квартире пахло газом, а супруги были мертвы. Никто не ответил и в съемной квартире под номером 4. Десятилетний Миша, семнадцатилетняя Полина. Их родители и любимая овчарка уснули и не проснулись. Новости в бывшем военном городке разносятся быстро. Всю ночь не спали жильцы дома, учителя погибших детей. Всю ночь на месте трагедии работали следователи и криминалисты. Следствием рассматриваются различные версии происшедшего, в том числе и неисправность газового оборудования. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 428 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Служебная халатность. Пятиэтажка на улице Днепровской. Старый дом с газовыми колонками. Без них никак, ведь здесь попросту не предусмотрено горячее водоснабжение. Анастасия живет на четвертом этаже, аккуратно над квартирами, в которых погибли люди. Приторный запах газа мать маленького ребенка уловила еще утром. Голова кружилась, все в глазах троилось, шум в ушах, очень сильная головная боль. В 7.30 я вызвала газовую службу первый раз, приехали газовики. Говорят, да, запах бутана есть, но это не утечка газа. Писываете, все у вас хорошо, нет причины для беспокойства и уехали. В этот день она еще не раз обратится по номеру 104 и не раз вызовет мастеров местного ЖЭСа. Но ни у одной из служб так и не возникнет подозрений. А после скажут, смертельную опасность уловить обычным прибором для определения утечки было невозможно. Ведь последний ориентирован на газ природный, а здесь, возможно, совсем другая история. Возможной причиной гибели людей, по нашему мнению, является отравление угарным газом вследствие нарушения в работе дымовых и вентиляционных каналов. Угарный газ выделяется при горении газа природного и обычно уходит в дымовой канал. Но если последний заблокирован, может произойти непоправимое. Газ пойдет в помещение. Говорят, что наверху вытяжку забило снегом. Отравление угарным газом – самая вероятная причина трагедии. У него нет ни цвета, ни запаха, зато есть разрушительная сила. Даже при концентрации 0,3% смерти может наступить уже через 30 минут. При концентрации где-то 1,2% воздуха и смерть наступает после 2-3 вдохов. Что примечательно, погибшую семью обнаружили в естественных позах. Но делать выводы до результатов официальных экспертиз пока не стоит. Как и сбрасывается счетов все версии. Работы были выполнены по проведению герметичности внутридымового газопровода, где не подтвердились наличие утечи газа. И плюс к этому был произведен отбор пробы газа для проведения анализа адресации. Газовыми колонками оснащено около полутора тысяч квартир в Борисове. По этим адресам профилактики ради на неделе прошлась профильная служба. Согласно решению райисполкома проводится внеплановая проверка газового оборудования. Кстати, такие осмотры регулярны. Специалисты проверяют оборудование на предмет утечки природного газа. Следом обязательный тест для вентиляционного канала и дымового. Мы вот видим, как пламя начинает втягиваться в дымоход. Значит, соответственно, в дымоходе есть тяга. Но несмотря на проверки, жителям дома напротив роковой пятиэтажки не по себе. Сегодня у этих женщин одна просьба. Чтобы нам эти колонки газовые убрали. Мы теперь боимся включать газовые колонки. Боимся после этого случая дома не включаем. Тут эти трубы проложить, колонки убрать и всё. Можно, чтобы была горячая вода и не будет таких вот у нас случаев больше. Тем временем до сих пор непонятно, почему же так нелепо оборвались жизни. Вопиющая халатность либо роковая случайность. Родственникам, да и всем, остаётся ждать. Есть Бог, Он рассудит. Первые результаты экспертиз должны появиться в ближайшие дни. Это хотя бы минимально прольёт свет. А пока он есть лишь в лампаде у того самого первого подъезда. А на неделе о трагической истории со множеством неизвестных. Татьяна Ревизори и Алексей Юнош.